Брат сомневался очень сильно и как бы смеялся с этого, потому что он знал, что я там не какой-нибудь там, не спортсмен, не марафонец. Еще во время подготовки свое путешествие к морю авантюрой считал и сам Александр. Шутка ли? По 100 километров в день на велосипеде, где педали нужно крутить руками. Помогло, признается, не только желание увидеть море, но и доказать самому себе, что нет ничего невозможного. Пять лет назад Александр попал в аварию, после чего стал инвалидом-колясочником. Месяцы реабилитации и поддержка близких людей помогли парню вернуть желание жить дальше. За шесть дней он преодолел 500 километров, чтобы мечта оказалась у ног. Дорогие друзья, сейчас мы находимся в городе Палан, на местном курортном пляже. Сегодня Александр ведет активный образ жизни, создает видеоролики, возглавляет районную организацию инвалидов-колясочников, работает над проектом по созданию реабилитационного центра. В родной Лиде он пример для многих, кто только учится жить с ограниченными возможностями. Если бы, скажем, до этого, по крайней мере в моем мире, отношения там и человек с инвалидностью в городе, это был бы обычный человек, который везде ездит, все делает, ну просто он в коляске, то, наверное, такого бы не было. То есть до травмы я и сам-то видел в Лиде, может, один раз человека на коляске. И как у меня могло было в голове, что случится, когда я сам сел в коляску? Мне все показалось уже ниже как бы некуда. После первого путешествия Александр решил замахнуться на настоящий рекорд – 5000 километров. Вместе с друзьями он составляет маршрут, который пока не раскрывает. Когда я уже стоял прямо в Балтийском море, ну тоже начало, и тогда у меня был такой ответ, что все еще только начинается, что не конец, что это наоборот старт. Сергей Мазелла, Алексей Старцев. Наши новости. Гродненская область.